Всем привет! Мы находимся в санузле. Здесь уже есть обшитая инсталляция и нам нужно в продолжение нее на примыкающей стене сделать полку. Полка маленькая, с отступом от стены 10 сантиметров, поэтому мы ее будем собирать, как небольшой такой короб на перемычках. Линия горизонтальной разметки у нас уже есть, поэтому сделаем вертикальные отметки для будущих перемычек. В этих же местах мы будем засверливать дюбеля. Расстояние между перемычками примерно 25 сантиметров. При нагрузке на полку верхний край профиля работает на отрыв от стены, поэтому в тех местах, где у нас будут перемычки, мы засверливаем два дюбеля. Снизу один. Готовим посадочные места для перемычек. Так как полка у нас из CD, то нужно подрезать и выпрямить загнутые края. После этого прикручиваем гипсокартон на нижнюю часть полки. Полоска гипсокартона должна быть шире, чем сама полка. Это для того, чтобы было удобнее делать разметку. Саморезы вкручиваем мимо тех мест, где у нас будут стоять перемычки. Проставляем отметки и отбиваем линии. Линии разметки отбиваем сверху по гипсокартону, это для профиля, и снизу, чтобы мы видели, где этот профиль находится, как ориентир. Разметка готова, устанавливаем перемычки. В нашем случае эти перемычки являются прямоугольными косынками. И именно они держат полку в горизонтальном положении. Поэтому закреплены они должны быть по всем четырем углам. В первую очередь крепим нижний край от стены. Затем на перемычке надеваем внешний профиль с такими же разогнутыми краями. В первую очередь крепим его по линии разметки саморезами для гипсокартона. Во вторую очередь крепим его изнутри к перемычкам. Это можно сделать и изнутри, если инструмент позволяет, а можно сделать и снаружи, сквозь гипсокартон. Нужный угол наклона полки фиксируется саморезами, вкрученными сквозь настенный профиль в верхний край перемычки. Если стена уже штукатуренная по маякам имеет вертикальный уровень, то полку можно выставить подугольник и зафиксировать сверху на саморез возле стены. Если стена неровная и уровня нет, то горизонтальность полки выставляем по лазеру с помощью линейки. Смотрим какое расстояние возле стены, делаем такое же расстояние снаружи по профилю. Фиксируем на саморез. Когда от стены все саморезы закручены, нужно зафиксировать внешний край полки в вертикальном положении. Это можно сделать угольником, если есть снизу достаточно выступающая часть гипсокартона. Вот таким образом. Или можно сделать под линейку, если стена ровная. То есть должен быть такой же размер от стены, как и снизу. Третий способ это срезать гипсокартон и выставить внешний край по обычному вертикальному уровню. Обшиваем боковую часть полки и срезаем лишний гипсокартон. Вот теперь можно проверить вертикальность с помощью обычного уровня. Подкорректировать ее, если нужно. И проверяем плоскость с помощью рейки или достаточно длинного уровня. Когда все проверили и подкорректировали, зашиваем верхнюю часть полки. Готово. У нас получилась отличная полочка. Благодаря своим небольшим размерам и прямоугольным косынкам, она прекрасно сопротивляется вертикальной нагрузке. Держится очень крепко. После облицовки плиткой превратится практически в монолит. Конечно, для более выступающих полок есть другая технология, но об этом в другой раз. На этом всем пока. Спасибо за внимание.